Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов за то, что пригласили и за то, что дали возможность выступить на данной сессии. Задача моего доклада продемонстрировать сегодня, что, как и классическое искусство, гормонотерапия — это терапия на самом деле на все времена. Хочется сказать, что когда мы обращаем внимание на современные доклады и современные обзоры по системному лечению рака эндометрия, мы сталкиваемся с тем, что у нас появилось очень много мишеней, очень много классификаций новых, которые разделяют рак эндометрия на множество различных подгрупп. Здесь мы и видим мутационную нагрузку, здесь мы видим различные мутации, изменение сигнальных путей. Но, к сожалению, вот сейчас, смотря на эту таблицу и смотря на эту классификацию, вы не видите того, что подразумевалось самой первой классической 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 классической, которую мы все учили в институте, которая разделяла рак эндометрия на два основных подтипа. И одним из основных различий этих двух подтипов являлась чувствительность или нечувствительность рака эндометрия к гормональной стимуляции. К сожалению, в новых классификациях, в том числе которые продемонстрированы здесь, нет места разделению на чувствительность или нечувствительность к гормональной стимуляции. И очень зря. Почему же? Во-первых, гормонотерапия это по-настоящему таргетная терапия, поскольку есть определенная мишень и воздействие на нее достаточно точечно. Рак эндометрия это все-таки высокочувствительная к гормонотерапии опухоль, поскольку большая часть опухоли все-таки имеет экспрессию гормональных рецепторов. Гормонотерапия сама по себе отличается не такой высокой токсичностью, как допустим химиотерапия. И в условиях лимитированного набора опций для лечения рака эндометрия, мы знаем с вами, что и наборы химиопрепаратов, несмотря на то, что появляются и таргетная терапия, и иммунотерапия, все-таки набор опций у нас ограничен. И терять эффективную опцию, такая как гормонотерапия, достаточно обидно. И необходимость сохранения фертильности у молодых пациенток. Я на последнем слайде расскажу вам немножечко о сохранении фертильности и о том, как гормональная терапия нам может в этом помочь при раке эндометрия. Ну и конечно мы сталкиваемся с ограничениями. Прежде всего, сейчас у нас век доказательной медицины, мы очень смотрим на большие, рандомизированные, перспективные исследования третьей фазы. Но, к сожалению, здесь доказательная база достаточно скромная, поскольку большая часть исследований, на которые мы опираемся, когда используем гормонотерапию, это небольшие исследования второй фазы. Конечно, необходимо очень тщательно отбирать пациенток, отбирать именно тех пациенток, которые имеют наибольшую вероятность ответа на терапию. Ну и несмотря на то, что токсичность гормональной терапии не такая высокая, тем не менее у них есть такое грозное осложнение, как риск тромбообразования. Хочется сказать, что на данный момент с теми шкалами прогностическими, которые у нас есть, как, например, шкала Харана, и с теми лабораторными данными, которые у нас есть, тот же Дедимер, и тем набором антикогулянтных препаратов в нашем архенале, конечно, эти риски мы можем сейчас с вами рассчитывать, несмотря на то, что такие осложнения есть. Возвращаясь назад, хочется сказать, что действительно гормонная терапия была первой системной такой терапией для рака эндометрия. Обратите внимание, что дата публикации первая, это 61 год. Таким образом, 60 лет назад уже была выпущена первая публикация. В ней Келли и Бейкер описывали свои наблюдения, 21 наблюдение у пациенток с распространенным раком эндометрия. Они обратили внимание, что 6 пациенток из тех, кого они наблюдали, достигли ответа на терапию гистогенами. Длительность эффекта составляла от 9 до 4,5 лет. И вы можете обратить внимание, тут представлен рентген пациентки до начала лечения и после лечения. И видно, что даже не используя КТ, даже используя просто рентгеновский снимок, мы видим ответ на терапию и уменьшение наличия очагов в легочной ткани. Нужно сказать, что тогда, когда Келли и Бейкер опубликовали свои данные, к сожалению, у них не на что было опереться с точки зрения предиктивных марклеров. Они не знали, какие маркеры мы можем использовать для того, чтобы отбирать тех пациенток, которые с наибольшей вероятностью выиграют от назначения эндокринотерапии. На данном слайде представлен результат систематического обзора 2007 года, где были объединены 45 исследований, которые анализировали ответ пациенток на эндокринотерапию. В частности, одной из задач этого систематического обзора была оценка ответа на терапию в зависимости от экспрессии гормональных рецепторов. Я думаю, что сразу бросается в глаза, что при наличии этой экспрессии ответ на терапию достигался, как вы видите, 64% случаев, 89-86%. Таким образом, во всех исследованиях при сравнении с отсутствием гормональной экспрессии вы видите значительную разницу. Таким образом, один из предиктивных наших марклеров – это наличие гормональной экспрессии. Как же она меняется с течением времени? Можем ли мы один раз определить эту гормональную экспрессию и всегда надеяться на то, что мы будем иметь хорошие результаты? К сожалению, нет. В процессе развития опухоли очень часто наблюдается потеря гормональной экспрессии. В частности, было показано, что в метастатических очагах потеря экспрессии прогестероновых рецепторов наблюдается в 76% случаев. Обратите внимание на рисунок С на данном слайде. Вы видите, что потеря гормональной экспрессии растет с ростом злокачественности опухоли. G1, G2, G3 вы видите, как растет потеря экспрессии. И, кроме того, четвертый столбик – это не эндометриоидные гистологии. Вы также видите, что больше, чем у 60% пациенток отмечается потеря такой гормональной экспрессии. Ну и метастатические очаги, как я уже сказала, 76% случаев. Поэтому, если у вас нет верификации, у вас есть верификация только из первичного очага, из исторического, скажем так, материала, из архивного материала, то тогда лучше и при возможности повторить биопсию и оценить. Есть ли у нас экспрессия и можем ли мы рассчитывать на ответ. Еще один предиктивный признак – это степень злокачественности опухоли. Тот же систематический обзор оценивал, насколько мы можем рассчитывать на ответ на терапию в зависимости от степени злокачественности опухоли. Вы также можете видеть, что при степени злокачественности G1-G2 мы наиболее часто видим ответ опухоли на терапию до 52%. У нас есть в последнем исследовании 100%, но исследование совсем небольшое, как вы видите. Если брать самую крупную цифру из оставшихся, то до 52% пациенток отвечают на терапию. Когда же мы посмотрим на столбик G3, это опухоли высокой степени злокачественности, то вы видите, что тут результаты гораздо более скромные. Таким образом, мы отбираем пациенток, во-первых, которые имеют экспрессию гормональных рецепторов, а во-вторых, тех пациенток, которые имеют низкую степень злокачественности. Как мы, на какую группу препаратов мы можем прежде всего рассчитывать? Ну, конечно, исторически это были гистогены, как вы видите, самое большое количество исследований, самое большое число пациентов, 1303 пациента, за ними следуют селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов, как вы видите, тут уже в 3 раза меньше пациентов было включено в эти исследования. Опять же, хочу акцентировать ваше внимание на том, что, конечно, эти все исследования не относятся к рандомизированным исследованиям третьей фазы, это все небольшие исследования, да, 1303 пациента на 8 исследований. Однако, обратите внимание, что частота объективных ответов, медиана частоты объективных ответов составила 23%, и медиана выживаемости без прогрессирования 7,5 месяцев. Для гистогенов, для всех остальных препаратов, как вы видите, эти результаты гораздо более скромные. Более-менее достойный результат здесь продемонстрирован для селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов, но нужно сказать, что таких исследований было мало, и про селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов мы с вами поговорим чуть позже, потому что с ними, с их применением, есть некоторая тонкость. Таким образом, в настоящий момент стандартным препаратом для использования гормонотерапии являются гистогены. Когда мы уже выбрали препарат, и мы решили, что мы будем использовать гистогены, мы думаем, они не значат ли больше, лучше. К сожалению, не всегда. Было проведено исследование, кстати, это одно из наиболее крупных исследований, которое вскуличало 199 пациенток, это анабинезированное исследование, которое оценивало эффективность терапии в зависимости от выбранной дозы. Как вы видите на представленном слайде, при более низкой дозе частота полных ответов была выше, чем при высокой дозе, отсутствие ответа наблюдалось реже при низкой дозе, но более-менее сопоставимые цифры. Однако, как вы видите, медиана выживаемости, к сожалению, большая доза не смогла гарантировать нам лучшую выживаемость пациентов. Здесь кривые выживаемости, как вы видите, достаточно близки друг к другу, но при сравнении риска прогрессирования и риска смерти оказалось, что эти значения статистически значимы, и для пациентов, которые получали меньшую дозу препарата, риск прогрессирования и риск смерти снижался на 31-35%, соответственно, и эти результаты были статистически значимы. Если мы говорим об эффективности других групп гормонной терапии или комбинаций, начнем с левого столбика, снизу, вы видите, что эффективность ингибиторов ароматазы в монотерапии чрезвычайно скромная. Если мы говорим про селективные модуляторы рецепторов астрогена, не включая тамоксифен, и здесь они еще включили серды, то есть волвестрант, к сожалению, мы тоже не можем рассчитывать на высокую эффективность этих препаратов. Если величина клинической эффективности более-менее в диапазоне средних цифр, то, к сожалению, частота объективных регрессий чрезвычайно низкая. Сейчас обратимся к тамоксифену. Есть исследование 1981 года, тем не менее, исследование, которое демонстрирует высокую частоту объективных ответов для тамоксиена, наибольшую, как мы здесь видим. Нужно отметить, что для тамоксифена наибольшая активность, наибольший эффект был продемонстрирован как раз в тех исследованиях, которые изучали его после прогрессирования на терапии первой линии, на терапии гистогенами. То же самое касается и правого нашего столбца, где вы видите сочетание прогресситинов и тамоксифена. Самое первое исследование, которое демонстрирует наилучшие результаты, это то исследование, которое демонстрировало комбинацию прогресситинов и тамоксифена уже после прогрессирования на комбинации только прогресситинами. Что касается гормональной и химиотерапии, было единичное исследование, которое в дальнейшем не имело каких бы то ни было подтверждений. И вот здесь мы видим также сочетание гормональной терапии и МТОР-ингибиторов. И это отдельная тема преодоления гормональной резистентности, так же, как мы пытаемся преодолеть гормональную резистентность в лечении, например, метастатического рака молочной железы. Во-первых, Эверолимус был исследован в монотерапии. Опять же, вы видите, исследование очень маленькое, 44 пациента. К сожалению, Эверолимус в этом исследовании не показал своей эффективности в монотерапии. Полных ответов не наблюдалось. Частичный ответ только 5% пациенток, что с учетом размера выборки, чрезвычайно низкий результат. Да, наблюдалась некоторая стабилизация заболевания, но все-таки большая часть пациенток имела прогрессирование заболевания. Таким образом, Эверолимусу, к сожалению, нет места в монотерапии. Но, однако же, он был изучен в комбинации с литроазолом, с ингибитором роматаза у предлеечных пациенток. Исследование тоже маленькое, но, тем не менее, здесь вы уже видите частоту полных ответов у четверти пациенток, частоту объективных ответов, также сопоставим на последующем исследовании 5%, стабилизация заболевания у 8,6%. Как вы видите, опять же, прогрессирование заболевания у большей части пациенток, но, тем не менее, вот эта первая цифра, что полный ответ у четверти пациенток наблюдался, дает нам надежду на то, что есть какая-то когорта пациенток, для которых эта терапия будет эффективной. Кроме того, стоит обратить внимание, что при ретроспективном анализе исследователи натолкнулись на любопытное наблюдение, что при использовании метформина 12-месячная общая выживаемость была почти в 2,5 раза выше. И исследователи задались этим вопросом, как же так получилось, выяснилось, что метформина воздействует на сигнальный путь Т1-гло-Ай, это сигнальный путь, который в том числе регулирует пролиферацию и стимулирует пролиферацию. Метформина блокирует этот сигнальный путь и таким образом снижает экспрессию как Т1-гло-Ай, это видно на правой части слайда, вот вы видите при использовании метформина и метроксипрогестерона, это там, где 2 плюсика, вы видите, что Т1-гло-Ай, совсем маленькая окраска, это низкая экспрессия, тубулин это контроль, он везде должен прокрашиваться равномерно. Вы видите на двух клеточных линиях, 2 половинки слайда, это 2 разные клеточные линии рака эндометрия и при использовании комбинации метформина и метроксипрогестерона мы видим, что снижается экспрессия и таким образом комбинация использования метформина как бы синтетизирует клетки рака эндометрия к терапии прогестеронами. Еще один препарат, который мигрирует, скажем так, успешно из терапии рака молочной железы, это CDK4-6 ингибиторы. На ЭСМО последнем в 2020 году было представлено результаты исследования, популяция больных включала пациенток с метастатическим эндометриоидным раком эндометрия, которые получили одну или более системные терапии по поводу рака эндометрия и имели экспрессию рецепторов эстрогена. Была проведена рандомизация один к наму и оценивалась первичная контрольная точка медиана выживаемости без прогрессирования. Здесь были получены выдающиеся результаты 8 и 3 месяца против 3 месяцев. Результаты были статистически значимы, более того, чуть меньше чем в 2 раза был достигнут контроль над заболеванием. Таким образом, это перспективные препараты, в этом исследовании в частности был полубоциклип, но достаточно много препаратов CDK4-6 ингибиторов, которые на данный момент изучаются при раке эндометрия. Суммирая, нужно сказать, что в перспективах изучения находится эверолимус с литрозолом плюс-минус рибоциклип, эверолимус с литрозолом плюс метформин, это то, что я вам рассказывала про отдельно, вот выделили эту когорту и хотят дальше исследовать и продемонстрировать большую эффективность при добавлении метформина. Литрозол с обемоциклипом, еще одним CDK4-6 ингибитором. Ну и еще одно исследование, которое представляет чрезвычайный интерес, это исследование, которое ставит свою целью выработать предиктивную модель, которая могла бы помочь нам выбирать именно тех пациенток, которые могли бы получать наибольшую пользу от назначения гормональной терапии. В суммирах на этом слайде представлены рекомендации обществ, занимающихся проблемой рака эндометрия. ЭСМА отдельно выделяет, что мы можем назначать такое лечение пациентам с G1-G2 эндометриоидом, рецептор гормоночувствительным раком эндометрия без висцерального поражения и без прогрессирования заболевания. То же самое упоминается и в рекомендациях ЭСГО, рекомендована гормонотерапия пациентам с низкой степенью злокачественности. Также указано, что должна быть проведена оценка гормональной экспрессии. Отдельно упомянуто о том, что должна быть проведена биопсия, если новые очаги появились и оценена гормональная эффективность там. И рекомендуемыми препаратами являются гистогены. Остальные препараты могут быть рассмотрены в дальнейшем после прогрессирования на гистогенах. И эти препараты включают тамоксифен, филвестрант и ингибиторы ароматазы. Те же самые рекомендации, те же самые пункты, они в принципе включены и в рекомендации НССН. Это последняя версия 2021 года, она включает все те же самые положения. Что касается адъювантной гормонотерапии, можем ли мы там ее использовать? К сожалению, на данный момент ответ нет. На данном слайде представлен систематический обзор химии исследований. Вы видите, более 4,5 тысяч пациенток включено в данный систематический обзор было. И было показано, что, к сожалению, адъювантная гормонотерапия не снижает риск смерти как от рака эндометрия, так и от любой другой причины. Но мы видим, что разительно, просто в 3,5 раза возрастает риск смерти от сердечно-сосудистых осложнений в течение первых двух лет терапии. К 4 годам терапии, как вы видите, этот риск уже нивелируется. Тем не менее, на данный момент в отсутствии доказанной эффективности эти препараты не являются рекомендованы в адъювантном режиме. Еще один момент, очень тонкий такой, к которому нужно относиться с большой осторожностью. Это систематический обзор 45 исследований, которые изучал вопрос о гормонотерапии как способ сохранения фертильности у молодых пациентов. У пациентов, которые не реализовали свой потенциал, хотели бы родить ребенка, несмотря на поставленный диагноз. Хочется отметить, что полный ответ, да, наблюдался, вот вторая строчка, это рак эндометрия, в эти исследования включался как рак эндометрия, так и сложная антипическая гипроплазия. Да, полный ответ, вы видите, что наблюдается у половины пациенток, но 35% пациенток имеют в дальнейшем прогрессирование. Да, конечно, мы видим, что большое количество беременностей и рождены дети, но тем не менее, обсуждение такой опции возможно только для лимитированного количества пациенток. Очень важно, что такое обсуждение и вообще речь об этом может идти только у пациенток, чьи опухоли характеризуются как Т1А, Н0, М0 и при низкой степени злокачественности. Более того, даже если опухоль пациентки соответствует всем этим характеристикам, мы не можем пациентке предлагать этот вариант как единственно возможный. Она должна быть проинформирована о тех рисках, которые ее ждут, вы видите 35% дальнейшего прогрессирования, как будет вести себя в дальнейшем опухоль, сможем ли мы справиться с этим прогрессированием. Это вопрос крайне сложный, поэтому это может быть обсуждено только с очень лимитированным количеством пациенток, это большой риск, и поэтому, опять же, обращаем внимание на популяцию пациента, которым в принципе это показано, и обсуждаем пациентки, заинформируем ее о всех возможных рисках. В целом, что хотелось бы сказать по выводам, потому что сегодня я рассказала, использование гормонотерапии в адювантном режиме нецелесообразно. Гормонотерапия – это эффективная опция терапии метастатического рака эндометрия. Наличие гормональной экспрессии гормональных рецепторов – это предиктор эффективности терапии. Да, бывают случаи, когда при отсутствии гормональной экспрессии работает гормонотерапия, и наоборот, тем не менее, в настоящий момент это один из наиболее надежных предикторов эффективности. Основная группа пациентов, которые мы рассматриваем, это пациентки с эндометриоидным раком эндометрия G1 и G2. МТОР ингибиторы, CDK4-6 ингибиторы – это эффективные препараты, они продемонстрировали свою эффективность. Тем не менее, мы надеемся на то, что будут проведены и опубликованы исследования третьей фазы для подтверждения эффективности, поскольку мы знаем много случаев, когда успешная вторая фаза, к сожалению, не была подтверждена в третьей фазе исследований. Несмотря на то, что это эффективная опцитерапия, и мы сможем ее использовать с большей безопасностью, чем химиотерапия, тем не менее, мы должны помнить о тех нежелательных явлениях, которые несет за собой гормонотерапия, и мы должны помнить о тщательном мониторинге нежелательных явлений, помнить о тромбообразовании. Сохранение фертильности, то, что мы с вами обсуждали, возможно на фоне рака эндометрия, но опять же здесь очень важен тщательный отбор и очень тщательный разговор с пациенткой, и перед этим обязательно нужно удостовериться, что пациентка понимает, осознает и готова действительно идти на все эти риски, которые ей дает эта терапия. Очень лимитированное количество пациентов подлежит этой терапии. В целом хочется сказать, что гормонотерапия, как было продемонстрировано, это хорошая опция для пациенток с низкой степенью злокачественности, и, как я уже говорила, как любая классика, она не стареет, и я надеюсь, что если у кого-то были до этого сомнения в использовании этой терапии, то, возможно, они рассеялись. Спасибо большое за внимание.